Институт Геологии и Нефтегазовых Технологий Институт Геологии Институт Геологии как геология и нефтегазовое дело, и про Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета в целом. Хотелось бы сказать вот о чем. Развеять некоторые стереотипы и мифы. То, что профессия геолога – это профессия, когда человек всегда далеко от дома, он ходит сезон, месяц, два с молотком, с рюкзаком, не бывает дома, жизнь его полна лишений и тягот. Да, это есть, но это не все. Дело в том, что, выбирая профессию, вы строите траекторию своей дальнейшей жизни. И каждый из нас, думая об этом, опирается какие-то на общечеловеческие ценности. Это дом, работа, семья, карьера. С этой точки зрения очень важно выбрать практико-ориентированную профессию, которая позволит вам в дальнейшем и получать стабильный доход, реализовать ваши мечты, как в профессиональной сфере, так и в личной сфере, в личной жизни. Вот с этой позиции профессия геолога, нефтяника, она имеет определенные преимущества, о которых я хочу сейчас вам рассказать. Дело в том, что все тренды развития современного мира, как цифровизация, работа с большими объемами данных, data science, интернет вещей, все это, все эти цифровые технологии пришли в геологию и изменили ее. Точно так же, как наше образование за 20 лет сильно поменялось, оно стало двухуровневым, бакалавриатом и магистратурой, с возможностью обучения в бакалавриате и магистратуре, о чем мы еще поговорим в дальнейшем. Так и в профессию геолога пришли все эти цифровые технологии, и сейчас геолог, нефтяник – это человек, который может выбрать тренд своего развития. Вот подумайте только, вдумайтесь, что сейчас в компании «Газпромнефть», которая базируется в Санкт-Петербурге и с которой мы сотрудничаем, в части обучения, в части организации практической подготовки, работают сотрудники в Санкт-Петербурге, и они управляют бурением на Дальнем Востоке. Вот вдумайтесь об этом. То есть, насколько вперед шагнули технологии, и что можно выбрать в этой профессии для вас. Вы можете выбрать работу в геологической службе. Это размещение в больших городах, это работа с большим объемом данных, это прогнозированные месторождения, разработка месторождений, моделирование геологическое, гидродинамическое моделирование, вот такие вот интересные вопросы изучать. Вы можете выбрать профессию, которая классического геолога, или, как мы говорим, полевого геолога, которая действительно позволит вам ходить с рюкзаком в поля, быть на природе, узнавать что-то новое, постоянно много путешествовать, вот не только в России, но и в целом по миру. Одним словом, я хочу вам преподнести ту мысль, что профессии геолога представляют широкие возможности, как и работы в городе, ну, скажем так, офисной работы, так и полевой, практической работы. Вот об этом современные абитуриенты, дорогие друзья, вы не совсем представляете по одной простой причине, потому что такого предмета, как геология, в современной школе нет, вот, и мы вынуждены и с удовольствием это делаем, рассказываем о профессии геолога, геолога-нефтяника, инженера-гидрогеолога, чуть больше конкретики, а вот про наш институт, кого мы готовим, кого мы учим. У нас есть два больших направления, это геология и нефтегазовое дело. В рамках направления геология у нас есть профилизация, то есть вы не просто геолог, вы можете стать геологом-геофизиком. Это геолог, который занимается поиском и разведкой месторождения полезных ископаемых геофизическими методами, ищет месторождение нефти и газа, руд, цветных металлов, черных металлов, ну, и всяческих минеральных ресурсов. Вы можете стать геологом-нефтяником. Это специалист, который работает на ценных компаниях, таких как Татнефть, Раснефть, Сургутнефтегаз, Лукоил, Газпромнефть, Газпром. Добывают нефть, газ, твердые полезные ископаемые, управляют процессом добычи. Вы можете выбрать профилизацию инженера-гидрогеолога. Геолога – это специалисты, которые занимаются поиском подземных вод. Вода – это очень важный ресурс в развитии современной цивилизации. Вы можете также здесь заниматься инженерными исследованиями грунтов перед строительством зданий и сооружений. Это тоже, в общем-то, работы, которые позволят работать в городе, не выезжая, скажем, куда-то далеко за пределы цивилизации. И вы можете выбрать работу классического полевого геолога. Тогда жизнь ваша будет связана с экспедициями, с интересными путешествиями, с некоторыми лишениями, с песнями у костра, с походами с рюкзаками, отбором материала, с некоторой такой вот сезонностью. И есть также направление нефтегазовое дело. Специалисты по этому направлению как раз и работают на нефтяных объектах, занимаются добычей нефти и эксплуатацией месторождений нефти и газа. Вот такие у нас есть два большие направления по программам Покалабриата. И такой широкий спектр возможностей после обучения на этих программах, что можно даже сказать, что здесь все категории, от пионера до пенсионера найдут свое место, свое интересное занятие и смогут построить в дальнейшем траекторию своего карьерного роста и своих личных достижений. Давайте перейдем к блоку вопросов, которых у нас немножечко накопилось, а потом предоставим снова слово вам рассказать о программах магистратуры. Есть у нас достаточно интересующий вопрос. Большинство, я думаю, студентов, которые планируют поступать на контракт. Предоставляет ли институт возможность посемистровой оплаты и до какого числа нужно внести первый платеж за обучение? Этот вопрос можно на два разделить. Во-первых, это для тех, кто поступает, платеж должен быть осуществлен в августе до приказа о зачислении, при составлении договора. А в целом, конечно же, мы идем навстречу нашим абитуриентам и институт предоставляет право посемистровой оплаты. Когда будут известны даты заселения первокурсников в общежитии и где их, собственно говоря, можно будет посмотреть будущим первокурсникам? Опять-таки, начну отвечать на этот вопрос с того, что в Казанском университете и в Институте геологии и инстегазовых технологий все первокурсники обеспечиваются общежитием. Причем это не простое общежитие, а один из лучших кампусов в России. Это деревня Унирсиады. А о сроках заселения после того, как вы успешно проходите вступительные испытания, становитесь студентом первого курса Казанского федерального университета Института геологии и инстегазовых технологий, тогда даты заселения вы можете узнать, во-первых, на официальном сайте института, в социальных сетях Института геологии и нефтегазовых технологий. Сайт у нас простой, его даже можно запомнить на слух. Это geo.kpfu.ru. Также вы можете в поисковой строке набрать студенческое профбюро Института геологии и нефтегазовых технологий. Там будут все объявления. И более того, наши студенты-активисты активно участвуют в процедуре заселения первого курса, сопровождают, помогают, показывают, куда прийти, объясняют, где можно покушать, куда сходить. И, в общем-то, решают вот такие логистические вопросы, которые у вас появляются на первых парах. А что касается поликлиники, будут ли первокурсники прикреплены к какой-то конкретной казанской поликлинике, куда им можно будет обращаться в том случае, если стало плохо, какие-то проблемы со здоровьем и так далее? Да, конечно же, наши студенты могут получить всеобъемлющую медицинскую помощь. Они прикрепляются к поликлинике студенческой, которая находится рядом с деревней Универсиадой по адресу Оренбургский тракт 95. Первый курс проходит по графику в первом семестре, в первом учебном семестре будущего учебного года будет проходить медицинский осмотр и будет, соответственно, прикрепление к поликлинике. И также для студентов Института геологии и нефигазовых технологий в течение первых двух курсов будут организованы все прививки профилактические, которые нужны вам, для прохождения практики будущей работы, тоже в этой поликлинике. Я имею в виду, в частности, приивку против клещевого энцефалита, на который направляются все наши студенты, для того, чтобы вы имели возможность и работать в разных частях нашей страны, и проходить учебные и производственные практики. То есть поддержка такая медицинская стороны университета, студенчеству полная, предоставляется. Можно ли уже сейчас подавать оригиналы документов, то есть оригинал аттестата и согласие на зачисление? Сейчас, скорее всего, речь идет о согласии на зачисление, а оригиналы документов вы можете предоставить в течение первого года обучения. Если абитуриент видит, что он не проходит на бюджет по баллам, то может ли он поступить на контракт, но в течение первого курса перевестись на бюджет, или может быть, в течение второго, и как это, собственно говоря, сделать? Да, такая возможность есть, но здесь сразу четко надо понимать, что чтобы студент контрактной формой обучения перевелся на бюджет, должно осуществляться как минимум два условия. Во-первых, это наличие вакантного бюджетного места, и второе, контрактные студенты проходят конкурс на это место. Это по баллам успеваемости. Также предъявляются некоторые критерии, чтобы за последние два семестра у них не было троек в зачетной книжке, в их аттестации. В таком случае это возможно. Но здесь говорить так, что это возможно будет сделать, в принципе, нельзя, потому что зависит от условий, в первую очередь, наличие вакантного бюджетного места. Но такая возможность, в принципе, есть. Предлагаю отвлечься от вопросов, немножко поговорить о магистратуре, как она реализована, какие есть направления подготовки, и вот это вот все прочее. Спасибо. Вот дело в том, что в 2003 году в нашей стране стала реализовываться немножко другая модель образовательного процесса. Вместо, скажем, специалитета мы стали переходить на двухуровневую систему образования. Это бакалавриат и магистратура. Сейчас, по прошествии некоторого времени, можно сделать определенные выводы, и как раз в период также приемной кампании, когда вот еще осталось порядка двух недель до окончания приема документов для обучения по программам магистратуры потенциальным нашим абитуриентам, претендующих на поступление для обучения на магистратурных программах, рассказать об их особенностях, специфике и зачем им это нужно. Наш опыт показывает то, что после бакалавриата студенты поступают в магистратуру, во-первых, для того, чтобы продолжить образование, и для будущего роста по карьерной лестнице. Во многих технологических компаниях профстандартами предусмотрено все-таки некоторое, скажем, разделение тех должностей, на которые могут претендовать выпускники программ бакалавриата и выпускники программ магистратуры. Это вот первая причина. Вторая причина, она может быть касается людей, которые закончили бакалавриат не сегодня. Это то, что на современных программах магистратуры Института идеологии и интегазовых технологий можно изучить сейчас то, что несколько лет еще не преподавалось. То есть это вот совсем новые технологии, новые технологические решения по добыче нефти и газа. И чуть-чуть получить как дополнительное образование, так и немножко, может быть, сменить профиль в образовании. Также в магистратуру поступают люди, которые планируют связать свою жизнь с наукой, заниматься научными исследованиями, для которых у нас в институте есть вся инфраструктура, есть еще и не только инфраструктура, лаборатория, люди, которые этим горят, идея интересная. Здесь уместно будет сказать, что в этом году Казанский федеральный университет, Институт нефтегазовых технологий, выиграли большой грант на создание научного центра мирового уровня по экологичной разработке углеводородов. Вот такие сейчас создаются новые лаборатории. И есть такое пространство для реализации таких вот самых важных, креативных, хороших идей. И мы ждем молодых, амбициозных людей, выпускников программ бакалавриата, как закончившись и Институт диалогии, интегазных технологий, так и выпускников бакалавриата всей нашей страны для обучения на наших магистрских программах. Кроме обычных магистрских программ, у нас есть еще и, я бы сказал, наиболее, возможно, интересные с точки зрения образования магистрские программы. Это программа двойных дипломов, которые мы реализуем не только сами, но и в сотрудничестве с компаниями и другими университетами. Во-первых, хочется выделить такую программу, как нефтегазовый инженерия, «Петролиум инжиниринг», который реализуется Казанским федеральным университетом совместно с Имперским колледжем Лондона и двумя крупными компаниями – компаниями «Роснефть» и компаниями «Бритиш Петролиум». Ребята, которые поступают на магистрскую программу, получают грант от «Роснефти», их обучение оплачивается, они год учатся в Казанском федеральном университете, а год учатся в Лондоне, в «Империал колледже», и получают, соответственно, как диплом Казанского университета, так и диплом «Империал колледжа». Вот сейчас, в этом году, будет первый выпуск по этой магистрской программе. Кроме этого, у нас есть очень тоже интересная магистрская программа, которая реализуется совместно с Французским институтом нефти, когда у магистрантов есть возможность один год проучиться в Казанском федеральном университете, а один год уехать на обучение во Францию и закончить образование там. Также получить два диплома, и, что самое главное, это высокие конкурентные преимущества в будущем на рынке труда, и также хороший старт, если они захотят дальше продолжить свою карьеру в науке. Кроме этого, у нас есть программа двойных дипломов со старейшим образовательным учреждением Германии Фрайбергской горной академии. Когда-то наш известный российский ученый Николай Алексеевич Ломоносов постигал азы горного дела профессора Генкеля именно в этой академии. И сейчас мы реализуем с этой горной академией совместную образовательную магистрскую программу. Сегодня у нас находится и куратор этой магистрской программы в студии, и я попрошу рассказать о ней поподробнее. И вот Вероника Владимировна. Спасибо большое. Да, программа называется «Стратеграфия нефтегазоносных бассейнов». Она тоже является программой двойных дипломов. Что это означает? То есть один год, также студенты у нас учатся здесь в рамках нашего института, и один год проводят в Германии. Таким образом, по окончанию магистратуры у вас будет сразу два диплома. Один российского образца, один немецкого образца, если вы захотите поехать в Германию. Если студенты отказываются ехать в Германию, предпочитают больше остаться в России, конечно же, такое тоже возможно. В таком случае у вас будет только один диплом, что тоже очень даже хорошо. Я хочу коротко рассказать о нашей программе, и какие у вас есть возможности при поступлении в нашу магистратуру. Во-первых, мы готовим студентов, выпускников с широким кругозором в области геологии, стратеграфии, палеонтологии, бассейнового анализа. Мы стараемся привлекать наших магистрантов, которые учатся по нашей программе, в наши совместные научные проекты. Таким образом, магистранты не только выполняют свою научную работу в рамках диссертации магистрской, но и выполняют параллельно еще и какие-то научные проекты, в них задействованы. Проектов у нас несколько. Какие-то непосредственно связаны с нефтяной геологией, какие-то связаны с палеонтологией, с геологией, со стратеграфией. Кроме того, ежегодно в нашем институте проводятся различные мероприятия мирового масштаба, всероссийского масштаба, в том числе и конференции, и летние школы. Некоторые из этих конференций проводятся в рамках нашей кафедры палеонтологии и стратеграфии. И у студентов наших есть возможность показать свои научные труды на этих конференциях или на летних школах. Также мы стараемся привлечь наших магистрантов, помогать нам в организации таких серьезных достаточно мероприятий. И таким образом они тоже получают опыт в организации таких вот международных конференций и летних школ. Сам материал каменный обычно предоставляем мы для обработки студентам, но также у некоторых, у тех, кто желает сами поработать в поле, на природе, отобрать свой каменный материал, то, конечно, такая возможность тоже имеется. Летом мы ежегодно ездим в экспедиции по Татарстану, также в Кузнецкий бассейн мы ездили. Сейчас руководитель данной программы находится в Якутии, тоже в такой совместной экспедиции между Казанским университетом и Магаданским университетом. У студентов наших есть возможность поработать с ведущими специалистами в области геологии, палеонтологии, стратеграфии, не только в КФУ, но и нашими партнерами, университетами, партнерами. Мы тесно сотрудничаем с палеонтологическим институтом, который находится в Москве, с СИГИ, который находится в Санкт-Петербурге, с МГУ, с университетом Бойза, который находится в Майами, и непосредственно с Фрайберской горной академией. В целом, вот такая небольшая информация, то, что я хотела вам рассказать. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Вот я вопрос задам сразу, пользуясь тем, что в эфире находимся. Вот не было сказано, я уж озвучу, дело в том, что одним из первых выпускников этой программы, Вероника Владимировна, была, может быть, какие-то личные, скажем, ощущения, эмоции, которые отдавают Мадитские программы, обучение у нас и обучение в Германии. Я с радостью с этим поделюсь, очень люблю рассказывать. Да, действительно, я тоже являюсь выпускницей на программы, у меня есть два диплома. Я училась полгода, тогда мы еще ездили на полгода только в Германию. И у меня была возможность поработать в Германии, прослушать лекции на немецком языке, на английском языке и так далее. Да, действительно, жить в Германии очень здорово и интересно, но порой бывает, конечно же, сложно. Сложности возникают больше именно в языке, то есть, если есть какие-то, могут возникнуть вопросы касаемые именно непосредственно речи немецкого языка. но кураторы данной программы с немецкой стороны, они знают русский язык, во-первых, также они знают английский язык, и мы с ними могли находить легко общий язык. Что касается самой учебы, то она несколько отличается от учебы в России. если у нас в институте все занятия идут параллельно, то есть, в один день у нас может быть несколько курсов прослушано, то в Германии обычно один курс меняется другим, то есть, у них делается больше упор на какой-то определенный курс сначала, студенты выполняют по этому курсу проекты, их защищают, и в дальнейшем уже переходят к другому курсу. Что касается проживания в Германии, для каждого студента в Райберской академии выделяется место в общежитии. Общежитие там точно такое же крутое, как и у нас в Казани. То есть, у каждого студента есть своя собственная комната. Это, наверное, одно из отличий между деревней универсиады и общежитиям во Фраберской академии. Они очень комфортабельные, есть кухня, есть спальное место, душ и так далее. То есть, в плане где проживать, таких вопросов и таких проблем у вас не возникнет. Ну, в целом, вот, все. Большое спасибо за подробный рассказ. Есть у нас еще вопросы, которые касаются практической части обучения. С какого курса начинаются практики, как они проходят, как они реализованы, то, что косоно об этом упомянули, когда про прививки говорили. Вот, теперь можно более подробно. Да. Дело в том, что профессия идеолога, нефтяника, в общем-то, и людей, кто работает, наверное, вот как раз в сферах наука земли, конечно же, связана именно очень сильно с практической подготовкой. И это, несомненно, является важным компонентом любой образовательной программы в сфере идеологии, нефтегазового дела. Практическая подготовка, практика начинается у нас сразу после первого курса. После первого курса студенты всех направлений проходят первую свою идеологическую практику. это выездные маршруты на телоческие обнажения, в основном локации этой практики про убережье Волги. В дальнейшем студенты проходят учебные после второго курса, но уже профилизированные практики. Для студентов нефтяников это поездки, скажем так, конечно, был сейчас перерыв, связанный именно с ограничениями по эпидемической обстановке. А так, в целом, мы в сотрудничестве с компанией «Татнефть», которая любезно предоставляет нам доступ на промышленные объекты, проводим практику после второго курса с нефтяниками. Геологи после второго курса выезжают на Урал в Эльменский геометрический заповедник, проходят практику свою там. Гидрогеологи также проходят профильную практику в окрестностях Казани, связанные с своих профессий, с инженером, связанные с инженерно-геологическими изысканиями. А после третьего курса география практики сильно расширяется, потому что после третьего курса все наши студенты разъезжаются на производственную практику. И сейчас наши студенты проходят практику и на Кольском полуострове, и в Магадане, и в Красноярском крае, и на Урале, в Республике Татарстан, в Краснодаре. В общем, это только что я сейчас помню. Это нефтьюганск, это Когалым, это Сургут. Если говорить о компаниях, то это Роснефть, Лукоил, Сургутнефтегаз, Газпромнефть, Центральная идеологическая экспедиция, Кольская идеологическая экспедиция, компании известной гидрологической ГИДЭК. И в целом мы сотрудничаем именно с ведущими профильными компаниями по идеологии и по нефтегазовому делу в России, чтобы у вас была возможность у наших выпускников трудоустроиться именно в ведущей компании, начать хороший старт, чтобы у вас был соцпакет и, соответственно, достойные условия труда. Но, кроме того, еще я хочу особенно отметить то, что магистранты наши, вот ребята, которые сейчас как раз поступают на магистрские программы, многие из них активно, инициативно имеют возможность совмещать работу и учебу. Но работу не где-то там на стране, а работу в стенах нашего института, в наших исследовательских лабораториях, непосредственно по теме их магистрских диссертаций. А иногда даже не только по теме магистрских диссертаций, но и по той тематике, с которой они уже продолжат работу в одной из компаний, с которыми мы сотрудничаем. Вот это, я считаю, уникальная такая вот ситуация, когда магистранты обучаюсь, могут работать, зарабатывать и еще сразу же начинать строить свою карьеру. Ну что, большое спасибо за столь подробные ответы на наши вопросы. Предлагаю на этой приятной ноте и закончить нашу сегодняшнюю встречу. Напоминаю, что это был Инсталайф. Сегодня у нас в гостях был Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского Федерального Университета. Оставайтесь с нами, впереди вас ожидает еще много Инсталайфов. Редактор субтитров А.Семкин